Всем привет дорогие подписчики и гости канала с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру XCOM 2 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы с вами остановимся на том, что начали заниматься поиском инопланетных сплавов, нам 5 дней для этого требуется В зоне испытаний будут улучшены взрывчатки, 5 дней вскрытия этого пришельца, 5 дней тренировки и ресурсы 7 дней Нам очень много требуется сейчас сплавов инопланетных, плюс Элери очень много требуется Надеюсь, сейчас ничто нам не помешает, закончу все-таки здесь поиски Так, взрывчатка улучшена Давайте новый проект начнем М-бомба Улучшенная М-бомба наносит огромный урон роботизированным и механическим целям Пережившие атаку могут быть выведены из строя и будут неспособны функционировать Биологические противники полностью не восприимчивы к им взаимодействию, это понятно Дымовая бомба Улучшенная бомба способна существенно повысить защиту наших и вражеских солдат в радиусе задымления Газовая бомба Система доставки яда в улучшенной газовой бомбе еще больше увеличивает зону поражения Нанося урон всем целям и подвергая всех биологических врагов воздействию яда Зажигательная бомба Улучшенная версия зажигательной гранаты наносит больше урона целям в радиусе взрыва И при этом поджигает врагов и предметы окружения, также нанося им повышенный урон от огня Хорошо Дальше по костюмам пока мы ничего не можем сделать, потому что у нас не хватает инепланетных сплавов Их очень много требуется Десять здесь А в оружейной, да, в инженерном отсеке, то там вообще Предметы, мы бы также еще пока не закончили лучевую пушку Там 20 инепланетных сплавов, да, плюс броня 40 40, то есть мне очень много надо этих сплавов Прям конкретно много Давайте сейчас попробуем Либо смотаться, да, на черный рынок, либо Может быть там что-то с помощью этих разведданных У нас 129 разведданных В принципе это пока нормально Да-да-да, я понял, что я не закончил Хочу посмотреть, есть ли там эллерий и Материалы И сплавы даже, кстати, тоже пригодятся Так, купить Значит, сплавы 40 разведданных Эллерий, кристаллы 30 разведданных Все остальное А, ну материалы еще можно, да? Ну тогда у меня закончится разведданная Очень быстро Поэтому материалы пока не приобретаем Пока не приобретаем И давай продолжим здесь Инопланетные сплавы Приземлившиеся НЛО Сопротивление докладывают по посадке НЛО-охотника Нельзя упустить такую возможность Захватите трофейное оборудование и ресурсы 9 противников Андромедон Элитный солдат Элитный копейщик Архонт И Сектопод Вот Сектопод, конечно, меня не очень радует Ха-ха-ха, совсем меня не радует Хорошо, ладно Начинаем операцию Раз нельзя упускать такую возможность Мы постараемся ее не упускать Главное, чтобы это было не на время Не на время Только не на время Так, давайте, как всегда Экстремально сложно Экстремально Соответственно, нам надо Взять самых лучших бойцов Так, берем, значит Рейнджера Это раз Во-вторых, берем Гренадера Конга Это два Специалиста Жестянщика Это три Снайпера Гангстера Это четыре Еще одного специалиста Он у нас, получается Она имеет кличку Болтун Она умеет взламывать Так, и еще одного снайпера возьмем Дальше понеслась А, кстати, надо Неправильно я опять сделал Я поторопился Я же не снял со всех броню и предметы Потому что мы сейчас будем Переставлять Так, рейнджер Раз Гренадер два Шестянщик три Снайпер четыре Еще один Специалист И еще один Снайпер Так, давайте займемся, значит Изменить Оснащение Броня хищника Пока она лучше всего Поэтому она остается Чтобы тебе поставить У тебя воля, в принципе, хорошая А вот адский узор Дает Двек жизни, да? Крит попадания Крит попадания Вещь хорошая Кстати, я могу что-нибудь сделать Ну-ка, давай-ка вернись-ка назад Да Произвести предмет Во-первых, я хотел бы патроны Я могу взять такие патроны? Синий экран У меня Хватает материала И М-бомбу одну Потому что там очень много Этих роботов будет И я хотел бы, конечно От них избавиться Поэтому давайте тебе поставим Не, ну синий патрон Тебе оставить не буду Тебе мы поставим, наверное Патрон-коготь И плазменная граната Так, здесь Здесь, 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 здесь Экзокостюмчик поставим Нет, ну подожди Не тебе Соответственно Надо же тебе еще и гранату поменять На Светошумовую А-а-а Хотя да, нормально Нормально Мы тебе поставим М-бомбу И тебе же поставим Давай, наверное, аптечку Тоже Так Тебе поставим Соответственно Тоже аптечку Ну и снайперам нашим Значит тебе добавим меткости У тебя венткость 87, да? Подожди А сколько меткости У нашего Хуана Тоже 87 Поэтому тебе Меткость А тебе, наверное, давай эти Синий экран поставим Все-таки надо ставить синий экран А кому-то, наверное, не помешали бы Бронебойные патроны Вот это вот Мне кажется Больше всего Надо будет Давай тебе поставим Бронебойные Так, 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 так Снайперам, кстати, изменить Я могу добавить Да Боевой модуль могу добавить Меткость еще плюс 12 Пусть у тебя будет Отлично 99 меткость становится И тебе мы тоже добавим меткость Как ни крути Меткость тебе тоже нужна 94 плюс 20 Вообще шикарно Самые метки у нас пока Хуан Что-нибудь еще могу я изменить? Улучшение оружия, кстати, есть Действительно О, давай тебе поставим Хорошо Вроде пока больше никаких улучшений нет Поехали Напомню, у нас там 9 противников с вами Надеюсь, подкрепления не будет Всех противников Понятно, что заблудить надо материалами С вражеского корабля Так Снайперы Снайперы, снайперы Сразу надо Снайперов ставить Почему будет палево Не могу понять Потому что Бляха-муха Он лезет через дверь Вот и все Палево, да Хорошо Давай тогда пока Возьмем Так Тут у нас болтун, да Давай тебя Сюда Открыть дверь Открыть дверь Ага И Давай тебя пока Сюда Хорошо Противников не видит Гангстер Первый снайпер Пойдет сюда Второй снайпер Хуан Хан Хуан Ты у нас максимум сюда Можешь только залезть, да В принципе, да Открытая местность Вроде бы должны всех видеть Кроме тех, кто находится Внутри этой тарелки Ну, будет здорово Если один снайпер Будет здесь Ну, давай пока здесь А там уже посмотрим Если будем передвигаться То, может быть, кого-нибудь там увидим Ходов, кстати, нет Поэтому это отлично Вообще шикарно Так Конг 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 Давай пока сюда И давай сюда Есть Три противника уже есть Призрак Призрака давай сюда Поставим Будет искать Противников И Жестящий Как медик Давай тебя Пока сюда Нифига он Дерево сломал Ну что В принципе Хорошо Сейчас можно В принципе И напасть Почему бы и нет Да У тебя Ракетомет стоит Как раз Дотягивает Поехали Не будем долго Тянуть времени Сразу Троих уже Ушатаем Броня Броня Хорошо Кто-то уже Сдох У нас Так Давай проверять Наших снайперов Элитный копейщик 79% Высокое укрытие У него Ну понятно Готов копейщик Надеюсь Что готов Да Готов Что 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 О Еще есть шанс Ну давай Промах Ладно 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 Не всегда Попадать Правильно Так Ну ты у нас Не роботизированный Поэтому пока Бросок М И мы тебе Не трогаем Потому что Нет взлома 45% Это Очень много Я скажу тебе Если честно Но и ближе Тебе никуда не поставь Хотя нет Вот за дерево Допустим Давай поближе Ближе 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 49 Все равно 49 Ну давай 7 урон Хорошо Призрака Пока не трогаем Хан Хуан 100% Надо было сначала Наверное Хана Хуана Чтобы он его грохнул Остался только Хан Да А Жестянчик Кстати Но Вот я не могу Понять почему Но его вечно Палят Поэтому давай Жестянчика сюда Промах Молодец Жестянщик Красавчик Красавчик Серьезно Блин Ближе Могу подойти И запалиться Просто на всего Сюда Сюда Будет Палево Нет Пока Давай Тебя Трогать Я не буду Ну давай Хуан Хотя Блин Вот честно Если бы Лучше бы Здорово Если бы Они его грохнули Вот если бы Жестянщик Справился Своей задачей Хан Хуан Хотя бы Нанес уже Ранение Давай гранату Докинешь До него Не докидываешь Это плохо Знаешь Что это плохо Если вот сюда Немножко подойти Вот Нормально будет Повышение Так Ну давай Показывай Хан Хуан Свои мастерства Если я тебе Дам Меткий глаз По идее Должен На 100% Даже Не смею Вас задерживать Дорогой друг Молодец Вот это Хорошее действие Так Троих Нет Повышение Отлично Смерть С небес Так К сожалению Не перейду В режим Маскировки Поэтому Надо пропускать Ход Офигеть Вот пожалуйста Тебе нету Блин Шесть ходов Да вы Сдеваетесь Серьезно Блин Зайти в корабль Офигеть Ну ты Предлагаешь Молодец Блин Пожалуйста Есть еще Трое Снайпер Снайпер Ни один Никого Их Не видит Ни Хуан Ни Гангстер Поэтому Как тут Как тут Быть то Тут вообще Есть вход В эту тарелку То Где здесь Двери Где здесь А вот Двери Понятно Ну это Отсек Как он закрытый И вряд ли Они Выползут Просто так Правильно Давай пока Вот сюда Чтоб тебя Не запалить Блин Шесть ходов Офигеть Вот это Пали вам Ну давай Конга Сюда Не знаю Запалит Не запалит Его Запалили Запалили Ну пусть Вылазит Пусть Вылазит Потому что Они все Там сидят Блин А мне Надо Чтоб Они вышли Ой Он еще И заныкался Архонт Одного Сможешь Прикончить Другого Архонта Ты не Видишь Урон 8 Два Архонта Это очень много Блин Серьезно Это очень много Ближе Подходить Смысла Нет А ты Никого И не Видишь Да Хорошо Тогда Тебя В наблюдении Так Хан Хуан А другого Архонта Ты видишь Давай Лучше Другого Архонта Тоже Урон 8 Хорошо Хорошо Боевое безумие Так Жестянщик Тебе наверное Надо протокол помощи Отправить Нет 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 Да Конгу Потому что Он у нас будет Реально В серьезной опасности Так Хорошо И Даже В наблюдении Отлично Ну Давай Ждем Наблюдение Ой Ты Мазила Ну Хоть А ты Добьешь Добей Нет Промах 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 Все Промах Боевое Безумие Слышь ты Хорош Он же Под защитой Был Офигеть Как так то Кровотечение Фигово Вот это сейчас Очень фигово Свободное Блин Это реально Фигово Почему Не помог Протокол Помощи Чуть Не буду Понять Ты Видел Этого? Смор Смор Дополнительную Защиту Да вот Что-то Не помогла Нифига Это Защита Блин Так Жестянщик Где мой Жестянщик Да Стабилизация Без сознания Это плохо Ну Пусть Будет Наверное Режим Восстановления Вот даже как Восстановил Хорошо Это нападение 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 Нет Пока Подожди Со своим Нападением Стоп 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 Снайпер Давай Еще один Блин А почему Ты не видишь Тархонта Ну ладно Давай Хоть Хотя Вряд ли Конечно Не Нанес Урон Пять Молодец Так Ты конечно же У нас Не попадешь 49% Это очень мало Да Это очень мало Остался Конг Аптечки у него Нет 69% Промашут Вообще Будет Здорово Хорошо Крит Есть Нет Тебя в наблюдении Вылазит Ты будешь Дружище Или нет Вот Вышел Хорошо Наблюдение Так Подожди Кто-нибудь Еще Видит Из Снайперов Допустим Да Один Снайпер Видит Второй Снайпер Видит Жестянщик Лечение Давай Вот это Конечно Я зря Наверное Воспользовался Становлением Надо было Это только В том Случай Пускать Когда Несколько Бойцов Ранены Когда Несколько Ранен Тогда это Просто Шикарно Будет Действовать Одно Действие И Пошел Лечить Всех Подряд Еще Даже Можешь Вылечить Да Но я Даже Пока Не знаю Может быть Лучше Пока Поэкономить Давай в наблюдение Так Не Подожди Подожди Плазмены Давай Снесем У него Защиту Давай Бум Отличный Делай Бум Да 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 Нет 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 У тебя Кстати 83% А у Хана Хуана Какие шансы 100% Вот его Оставим На то Случай Если Сейчас он Отживет Правильно Правильно И Хан Хуан По идее Должен Его будет Добить Так Отлично Тебе Наблюдение Хан Хуан Хан Хуан Давай Если Я тебе Добавлю Еще Меткий Глаз 85% Ну Попробуй Отлично Да Ладно Еще Живая Тварь Офигеть Видишь Да Ладно Ты можешь Его Заблокировать Серьезно Ну Ка Давай Просто Посмотрим Вообще Что Там Предлагают Какие Варианты Я Даже Не Знал Что Его Можно Заблокировать Это Что То Для Меня Новенькое Отключение Либо Взять Под контроль Хм Ну я Конечно Этого Делать Не Буду Конечно Я Этого Делать Не Буду Я Сейчас Попробую Его Просто Добить 74% Хорошо Так Осталось Еще Трое Из них Один Сектопот А Сектопот Это Очень Фигово Вот Как Тут То Быть А Мне Надо Сюда Прям Дойти А Походу Я Не Дойду Ну Давай Противников Всего Девять Шесть Мы Уже Уничтожили Ты Хочешь Скажешь Мне Должно Это Как-то Радовать Да Что-то Если Честно Мне Это Нифига Не Радует Честно Нифига Потому Что Я Не Знаю У Очень Мало Ходов Так Так Ну Давай Дальнее Наблюдение Болтун Во-первых Тебе Надо Сделать Перезарядку Это Раз А во-вторых Ты у нас Тут Никуда Не Добежишь Только До этого Укрытия Поэтому Тебя Сюда Три Хода Три Хода Я Не знаю Успею Или Не Успею Призрак Может Просто Реально Не Дойти Так Ну вот Два Их То Я Вижу Но Боюсь Что Если Я Дам Я Уже Сюда Никуда Не Добегу Это Будет Везде Палево Давай Пока Наверное Попробуем Сюда С тобой Да Вот Он Вот Он Сектопод Его Надо Мочить Первым Делом Так Жестянщик Тут Вроде Хорошее Укрытие Давай Сюда Было Я Че По Твоему Делаю Данное Реально Очень Награда Очень Маленькая Поэтому Давай Взламывать Ну 100% Получается Мы Отключим Маяк Да Успех Хорошо Палево Надеюсь Не будет Хорошо Так А Получается У нас Да Она уже Сходила Нам Только Осталось Уничтожить Этих Троих Давай Тебя В наблюдение Блин Как бы Его Выманить Этого Сектопода Как бы Их Вообще Отсюда Выманить Может Мне лучше Как-нибудь С этой Стороны Зайти Потому что Что-то Как-то Меня не радует Эта Перспектива Того Что я Промажу Вот вообще Серьезно Меня не радует Ни капельки Вот Запалили Отлично У меня В принципе Есть шанс Выйти Ой-ой-ой Хорошо Хорошо-то Как Кто-то Там Кого-то Увидел Но Промажешь Да Промах Конечно Промажешь Да Запалили 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 И это Реально Плохо И Я даже Не знаю Походу Нашего Друга Прибьют Реально Прибьют Я не знаю Сможет ли Она смыться Мне сейчас Самое главное Это убрать Так Давай Тебя сюда 67% Кого-то Видишь Что-ли Ну Попробуй 67% Да Есть Урон 10 Отлично Шикарно Молодец Так Взлом Ой Как будет Здорово Если ты его Хотя бы Заблокируешь Хотя бы Заблокируешь Это будет Просто Шикарно Ну Конечно Мне кажется Будет Серьезная Защита По Взлому Не Справится Наш Друг Да У него 120 120 Технический Уровень А у Нашего Всего Лишь 80 Шансы Никчемные Вообще Абсолютно Поэтому Наверное Пока Я этого Делать Не Буду Не Получается К Сожалению Не Получается Заблокировать Поэтому Давай В наблюдение Жестянщик Тоже В наблюдение Ну и Ждем В надежде Что все Таким Нашего Рейнджера Удастся Вытащить Кровотечение Кровотечение Крит Они Пока Отвлекутся Давай Выходи 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 Поближе Трянь Урон Даже Нанес Да Ты Жестящий Красавчик Еще Даже Можешь Стрелять 8 Молодец Теперь Моя Учим Стрелять Кровотечение Это я все Понял Подожди Мне нужен Жестянщик Жестянщик Да Жестянщик Мне нужен Да дайте мне Жестянщика Блин В конце Концов Лечение Нет Вот Стабилизация Это раз Хорошо Во-вторых Лечение Негативных эффектов Нет А вот Лечение Да нет Не сюда Давай Вот призрак Или надо лечить Призрака Надо вытаскивать Хотя Будет здорово Если мы Сектопода Уничтожим Да Призрак У нас С помощью Меча Грохнет Этого Солдафона Почему бы И нет Было бы Вообще Шикарно Так 7 очков Восстановили Здоровье Это хорошо Не помню Есть ли у нашего Призрака Свободных Отлично Сектопода Только Сектопода Его надо Прикончить 4-3 Замечательно Так Болтун пока Подождет Еще один Снайпер 95% А если я Поставлю меткий 72 Промах Промах Мозила Ты хуан Каман Вот тебе Блин и каман Не попал Ты нифига Ни в кого Это плохо Так А наш Дружище Здесь вообще Никого и не видит Правильно К сожалению Не долетает К сожалению Ой молодец Так Остался Конг Конга Давай Во первых Надо сюда Поставить Ой Наблюдение Я забыл Но промах Хорошо Промах Это хорошо Так Улучшенный повторитель И ультра концентрация Плюс 20 воли Хорошо 42% Подожди А Ты как бы До сих пор Еще в отключке О Это плоховато Конечно Давай Наверное У тебя Подавление Потому что У нас Последний Остался Угу Дерьмо Я отчего Так Подожди Мне нужен Жестянщик Опять Ну Дайте мне Жестянщик Это Жестянщик Да Жестянщик А Вот Потеря сознания Угу Так Молодец И Если Взять Протокол Помощи Вообще Будет Здорово Так 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 Не Конга Нет 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 Вот Призрака Хорошо Так Снайперы Давайте Проявляйте Свои мастерства Да Все еще Ходит Прикинь Все еще Ходит Блин А тут Некуда Спрятаться Вариант Только Сюда Поближе Подойти Так Призрак Пока Подождет Еще Один Снайпер 38% Молодец Молодец Видел Видел Вот Лучше Так Сектопода Грохнул Вообще Было Здорово Выполнено Отлично Солдат Ранен Только Один Хм А это Круто Что Солдат Только Ранен Один Хотя Их Было Двое Ну ладно Продолжить Так У нас Вот пожалуйста Двое Раненых Почему Зачитали Только Одного Я так И не понял Призрак Легкое Ранение И Конг Легкое Ранение Простой Четверо С повышением Поздравлять Надо Поздравлять Глубокое Прикрытие Если В течении Этого Хода Вы не Атаковали То Автоматически Перейдете В режим Глубок Глухой Обороны Если Вы убиваете Противника На своем Ходе Следующая Атака По вам Не попадает Вот Это Вот вещь Хорошая Я Наверное Возьму Неуязвимость Хотя Глухая Оборона Тоже Вещь Прикольная Так Ты у нас Гренадер Артиллерийский Залп Использование Гранат И тяжелое Оружие При первым Действии Не завершает Ваш Ход О как Шквальный Огонь Выпустить Иград Пуль Который Гарантированно Поражает Цель Но серьезно Расходует Боезапас Я все таки Наверное Выберу Артиллерийский Залп Дальше Снайпер Верный Прицел Если вы Не двигались На прошлом Ходу То получаете Плюс 10 К меткости И плюс 10 К вероятности Критического Ранения Глухая Оборона Теперь добавляет Плюс 20 К меткости При первом Выстреле На следующем Ходу Глухая Оборона Теперь добавляет Плюс 20 К меткости При первом Выстреле На следующем Ходу Так А поподробнее Почитать Можно Бонус От способности Цель Может быть Применен Как к снайперской Винтовке Так и к пистолету Давай Наверное Возьми Наверное Верный Прицел Отлично Так И еще Не специали А Подожди А что Разве У тебя Не было Повышения Ладно Снайпера Так Снайпера Ну вот Давай попробуем Поставить Мишень Как она Будет Действовать Если что То можно Снайперов Переобучить Так Тут у нас Воля Надо выбирать Бойца У которого Слабая воля И добавить Ему Плюс 20 К воле Поломка Сектопода 20 лет назад Военные Любой страны Могли только Мечтать Об управлении Подобной Штукой Тяжелая Броня Продвинутое Вооружение И при этом Приличная Маневренность Разобрав ее Мы сможем Я надеюсь Усовершенствовать Нашего Гремлина О как Отлично Просто Шикарно Будет Если мы Сможем Это сделать Так Ресурсы Два дня Технология Вскрытия Три дня А что мы Вообще Изучаем В мире Там На чем Мы Так сказать Остановились По моему На сплавах Если я Не ошибаюсь Шесть дней Не сейчас Да Вот Один день Остался Давайте Закончим Уже Все таки Один день Остался Всего Лишь Один день Постройка Непонятного Назначения Охвачена Пламенем Но рядом Ни души Хотя Строение Пустовало Наши Сканеры Обнаружили Какие Кое-какие Ресурсы Пришельцев Среди Обгорелых Остатков 44 Денепланетных Сплава Хорошо Так Дальше Пошли За этими Сплавами Шесть Дней Берем Новый Курс Ну Давай Ученые Пришельцев Совершили Огромный Прорыв В работе Над проектом Аватары Добавили Две Единицы К шкале Прогресса Вот Мне интересно Если я Сейчас Когда появится У меня Новое Действие И я Допустим Закончу Этот Статус То Может быть Как-то Они по временным Рамкам Располагаться Допустим Этот Произойдет Через Две Недели Этот Через Три Через Пять Допустим Как Вот Это Понять Потому Что Я В принципе Один Проект Завершил Да Кристаллиды Соответственно Если я Выберу Мне кажется Этот Проект Аватар То Какое-то Из этих Действий Будет точно Активировано Ладно Разберемся Потом Я попробую Выбрать Другое Задание Давайте Закончим Расследование Здесь Нам Сейчас Требуются Материалы Сплавы Немножко Подождут Сколько Там Кстати Дней До Вот Этих Всех Сплавов Вернее До Материалов Три Дня Ресурсы Додается Ну Давай Попробуем Вскрытие Привратника Завершено Мы знакомы уже с несколькими видами пришельцев Обладающими пси-способностями Поэтому неудивителен тот факт, что сами способности и их сила зачастую характерны только для конкретного вида В данном случае речь идет об особи, впервые встреченной в непосредственной близости от пси-врат и получившей имя привратник Привратника характеризует исключительную чувствительность к пси-энергии Мы ранее не сталкивались с представителями этого вида и можем лишь предполагать, что наблюдение за пси-вратами его основная задача Попытки анализа пока не дали ответа на вопрос, каково реальное назначение этих созданий В отличие от кодекса, у привратника отсутствует способность открывать или контролировать разлом Текущие исследования указывают также на то, что данная особь исключительно независима и непредсказуема Возможно поэтому пришельцы отправили ее охранять артефакт вдали от цивилизации Вот как Доступен новый предмет пси-усилитель пришельцев Пси-усилитель пришельцев, эта версия пси-усилителя использует артефакты от обнаруженного нами привратника Теперь наши пси-агенты не будут уступать в силе даже самым пси-аническим одаренным врагам Вот как Так, 5 дней сектопод и 5 дней пришельца Я все-таки выберу пока к сектоподу, потому что усовершенствование будет для нашего гремлина Так, прогресс нормальный Давайте теперь посмотрим Закончим все-таки здесь Собирать ресурсы наши Так Вернуться в штаб Все-таки я хочу сейчас нанять Если там будет ученый, я хочу нанять ученого Ресурсы мы собрали и это хорошо Да, вот ученый, 230 материала, давай нанимаем Хорошо, так, это инженер Пока подождет медицина, данных Это не надо все мне Так, возвращаемся немножко назад Давайте посмотрим, что мы с вами Кстати, по исследованию, наверное, все-таки Улучшилось, да? Нет, не улучшилось, к сожалению Ну ладно Просто я не могу понять, я же не могу строить лабораторию Это мне-то непонятно немножко Лаборатории больше нет Давайте, наверное, мы построим мастерскую 125 материалов Семь дней будет строиться Пусть строится Так, инженерный отсек Что мы можем построить? Давай смотреть Оружие, значит, лучевая пушка Либо броня Броня, броня, броня надзирателя Пробуем О как Красавчик Отлично Жестянщику понравилось А если нравится Жестянщику То нравится и нам Оружие Я, кстати, могу даже Лучевую пушку сделать еще Давай Одна раковина привратника И 200 материала Да, требуется Материалы-то закончились Закончились Но у нас еще есть сплавы Еще есть эллерий И у нас еще Кстати, строить отсеки Я не могу Улучшить я пока, наверное, тоже Ничего не могу Да Требуется очень много Материала Поэтому мы Этим заниматься с вами Не будем Мы продолжим уже В следующей серии На сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok